Здравствуйте, дорогие друзья! У меня будет только одно слово, и это слово пи***ть. Нифигас, вещь, не ожидала, что Лиса сматерится. Всем приветики! Пистолетики! Короче, дорогие друзья, сегодня мы подумали и решили с Лианой пойти в эконом-салоны. У нас не было сегодня дорогого салона. У нас было два дешевых салона. Дешевле и дешевый. Я, как обычно, стараюсь не запалить вам ногти, поэтому вот так вот сижу без рук. Я возьму твою чашку. Я буду из твоей чаши, потому что на моей держится телефон. Вот так вот. Вот так вот взяла и украла чашку. Посмотри, как элегантно я не показываю ногти. Короче, Лиана, знаешь, моя дорогая и дорогие мои друзья, это был полный пи***ц. Вот вы знаете, существует видео, там типа трэш-салоны-маникюры. Но вот сегодня у меня был бы максимальный трэш-салон-маникюр. Короче, я сейчас еду в этот салон, и перед тем, как сейчас туда пойти, я посмотрела, там типа, вообще ужасные ладзивы, я не знаю, куда мы едем. Мы будем делать проверку этого салона, посмотрим, короче, что они там соответствуют, не соответствуют. Но, мне кажется, таких поганых отзывов я вообще не видела никогда. Приезжаю я, обычный жилой дом. Захожу буквально в подвал. Не говори, что была в квартире. Я не уверена, что это была не квартира, поэтому я не буду говорить, что это была она или не была она, потому что было абсолютно непонятно. Спускаюсь я в это подвальное помещение, справа от меня какой-то плакат. Вот знаешь, как у байкеров, там бывают модели плейбой, всякая тут хрень. Модели плейбой. Да, вот там была какая-то дичь. Захожу. Ничего. Администратора нет, сидит какая-то одинокая бабуля, ее кто-то там стрижет. Полной антисанитарии не хватало, для полной картин так крысы. Но крысы там была я. То есть это была ля-ты крыса, конечно. То есть это была парикмахерская? Да. В подвале? Да. В жилом доме. Реально парикмахерская в подвале. А вывезька была какая-то? Да, парикмахерская, ножнички. Я была в прошлый раз в парикмахерской, тоже делала себе ногти. Прекрасно. Ну знаешь, твоя парикмахерская, это лохаря была. А у нас там была буквально одна комната, метров, наверное, 20. Слева стояла парикмахерская кресла. В центре зала стоял мой, так, чтобы позволить сказать, маникюрный стол. Когда я это увидела, я выложила сторис, не сдержалась. Потому что я подумала, что... Я увидела сторис, да. Да. Если, что-то насчет случиться, люди хотят будут знать, где это произошло. Потому что связи там не было. Слава просто, я не знаю, кому еще помолиться, там был вай-фай. Короче, питьец. Слава богу. У меня тоже был подвал. Привет, подружка. Ву-ху. Смар. Как всегда, рубрика «Приключения. Найди салон». Кстати, салон находится в центре. Надеюсь, что мне не сюда. Искренне. А вот куда? Вот так вот. Вот такой вот у нас вход в салон. Погнали. Подвальное помещение. Ну, любимое. Но у меня было все хорошо. То есть я спустилась. Там были розовые бахилки. Я надела розовые бахилки. А у меня были сиреневые. А, тоже были бахилки? Да, и там было написано, без бахил не входить. Милая девушка-администратор, милая мастер. И когда я села делать маникюр, я... То есть у меня чистый салон, все было хорошо. Педикюрная зона отдельно, в отдельной комнате, наконец-то. Не так, как обычно я приезжаю. И педикюр рядом с маникюром. А можно сфоткать эту красоту? Да, зачем? Просто так. Просто так для себя? Да, конечно. Тысячи лет не видела такой фото. Конечно. Я прям даже с вами его так сделала. Можно с вами? Можно со мной. Дерайте тогда. Давайте. Я спрашиваю своего мастера, говорю, а вы же видели, да, дизайн, который мы будем делать? Она такая, нет. Она такая, так. Вам не показали? Она говорит, нет. Я говорю, супер, сейчас вам покажу. Я показываю, он такая, а, да, все хорошо, сделаю. Я такая, кайф, вот это везение. Ставлю тебе лайк за это, мастера твоего, потому что у меня была история примерно аналогичная. Прихожу в это замечательное подвальное помещение, никого нету, администратора нету. Я спрашиваю у парикмахера, который одиноко красит, или что там делать, это бабулей. Где администратор? И она такая, а его нет. Я такая, а, хорошо. Она такая, что вам надо? А я такая, ну я вообще на маникюр записываю. А, ну и там мастера типа, подходи, к тебе пришли. А администратора нет, да? А что же на маникюре? Ну я на маникюр записывалась. А, можно просто, да, пройти? Там же, где делают волосы? Да, да, да. Нет, там не было другой комнаты, там была на комнате. Там в другой комнате туалет был. Все, больше ничего не было. Ну, хорошо, что не в туалете себе делали. Спасибо большое, да. У меня уже красили на туалете, мне хватило. Если бы вы смотрели Лисины сторис, вы бы знали. Там ссылочки, кстати, на наши инстаграмы внизу. Не знаю, что я делаю, но я облизала свои губы. Подходит мастер. Мастер смотрит на меня буквально вот так. Ну, а, ну, здравствуйте. Я такая, здравствуйте. Садитесь. Ну, я села. И она просто берет мои ногти и смотрит на них. И ничего мне не говорит. И я не понимаю, что происходит, потому что странно. Ну, понимаю, что надо брать... Может быть, это леда... Я не знаю, вообще мы никого не ждем. Может быть, это приехал суп. Просто Лиса заказала два супа. У нас, короче, фишка, кто раньше освобождается с ногтей, тот как бы и заказывает еду. Вот. И я прихожу, Лиса говорит, почему ты? Смотри, Мария, что? Мы делаем перерыв технический буквально. Нужно найти плак. Господи боже, что за день такой сегодня. Технический перерыв закончен. Короче, на чем мы остановились? Прихожу я в этот салон, и мастер просто такая смотрит на меня. Смотрю на нее, ничего не происходит. Но все-таки что-то же должно происходить. Я же пришла на маникюр. Она сказала, что она этот маникюр не видела. Никакого администратора у них не... Она не понимает, о чем я говорю. И она не умеет так делать. Поэтому, ну, у меня есть вариант, чтобы поделать. И я такая сломалась, чтобы поделать. Ну, поделаемся, давайте что-нибудь. А, вам сказали вообще, что у нас будет? А я тоже бы недавно делала. Да, я делала буквально вчера, но мне не устраивает длина, потому что, видите, они очень длинные, с ними абсолютно нереально ходить. Я кидала еще дизайн рисунка, мне подтвердили, сказали, что смогут такое сделать. Я не знаю, видите, там мне сказали, что я могу подсказать сначала. Да, давай, сейчас вам покажу. Мой мастер, несмотря на то, что она не видела дизайн. Хотя, знаете, что самое интересное, что когда она записывала на дизайн помощница, она согласовывала дизайны с салонами, но вы это знаете. То есть у нас есть скрины того, что мы отправили фото в салон, салон подтвердил, и мой элисен, что да, мастер сможет сделать такую работу. В итоге, когда мы обе приходим в салон, ни один из мастеров не видел даже эту фотографию в помине. И вот пруфы, у нас есть пруфы. Да. А вам показывали же дизайн, который мы с вами будем делать? Нет. А я, я сюда заранее отправляю дизайн, чтобы мастер мог справиться с работой. Самое, что интересное, что в конце, когда мы делали уже маникюр, администратор подходит, все милые, все хорошие, вообще без проблем. И говорит мастеру, что вот скоро придет девушка. Она заранее подала мой мастеру дизайн, но мастер говорит, блин, я не знаю, как это сделать. Реально, очень странный дизайн. Я тоже не представляю, как это сделать. И она говорит, ну, когда девушка придет, ты ей что-то предложи другое тогда. И мы спрашиваем, а вы это девушке сказали? Она говорит, нет. И мы такие, мой мастер говорит, а как ты это себе представишь? Человек придет с одним маникюром, а я ей буду втюхивать другой, типа, что за фигня? У меня по тому же принципу все было абсолютно от и до. Ну, администратор, конечно, прикольный оказался, потому что я отъедала фотку, и мне сказали, что, конечно, без проблем сделаем, и вот, а по факту даже администратора нет. Мне очень было очень стрёмно сначала с этим мастером сидеть, потому что полная цемиссария. Посмотрите реально, как все это выглядит сами. Я ничего не угнетаю, ничего не нагнетаю. Это реально жесть. Все очень грязное. Играет какой-то русский шансон. Нет, я ничего не имею против русского шансона, но это странно. Шашлычок, подводочка, песни, отличный репертуар. То у тебя всех тиктокеров песни ставят, то у тебя русский шансон вообще, что происходит? Ну там реально была такая просверка, шашлычок, подводочка, по-другому не скажешь. Вот эта вот женщина, которая делает лениво, у меня маникюр и не понимает, что она делает. Я, которая сижу со своим странным макияжем, в странной одежде, тоже не понимает, что здесь делать. Бабка, которая там сидит, и тоже не понимает, что она здесь делает. Везде лужи воды, волосы валяются, вот они, волосы. Просто что? У меня все было довольно цивильно. У меня сидели рядом девушки, которые тоже делали макияж. Было довольно прохладно в салоне, но это вообще, если честно, особо не напрягало. Типа, ну, прохладно и прохладно. Да, мне тоже холодно, но я привыкла. Действительно, подумаешь, прохладно и прохладно. А у нас, извините, но у нас стоял обогреп рядом. Буквально колоритер стоял. Тепло было тебе? Да кто мне опять звонит? Ваша мать! Какой нахрен вообще сантехник припёрся в 10 вечера? Да что с ним не так? Без предупреждений пришёл к этому мужу такой, здрасте, а он с кондиционерами не работает. У меня в этот раз, вот я реально поняла, что все разы, когда до этого я говорила, был хороший мастер, это всё было фигня, потому что у меня была просто пушка. У меня была такая девушка, она была прям своя, нам было хорошо, мы что-то болтали, смеялись, шутили. Нет, не в том смысле. Нам просто было хорошо. Обсуждали с Никитой Крашенц. Вот это, знаете, никогда ты сидишь 4,5 часа на маникюре, и рядом с человек, который, ну, вроде милый, но абсолютно холодный, и вы как бы явно друг другу не особо сильно нравитесь и просто терпите друг друга, то тут было реально офигенно. Вот прям как с подругой пришла и прио провела время. Просто чтобы мне вот это 3 часа не снимать, я их сразу вот так срежу. Да, ну да, конечно, само собой. Я хочу тоже из-за видосики. А, без проблем. Я спокойно всё снимала, она даже скинула мне свои видосы, как снимала мои ногти, то есть вообще просто, ну я прям от сегодняшнего мастера в восторге максимально. Да, да, да. А мне сразу этот напоминает Angry Birds. А, да, 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 да. Я вчера такое делала в лесу. Да, ну я всё хотела. Падала в сугробчике. У меня была обратная ситуация, я была в ужасе от моего мастера в самом начале, потому что реально она очень на отвале отвечала. Мне кажется, даже я так не общаюсь с людьми некоторыми, большинство. Конечно. Что, мы не совершенно свежие? Ага. Ну можно скруглённые, овальные сделать, в принципе, да, не обязательно их сделать, чтобы прям треугольники были. Ага. Ну, вообще, если можете, да, ещё бы чуть-чуть покороче, в принципе, и будет прям классно. Ага. Нечего делать не моего маникюра, что стал рождаться. Вот, да, отлично. Вот теперь, да, то, что надо, как раз они, да, удобно хотя бы. Вы далеко от нас живете? Не-не-не, недалеко. Поэтому и заехала. По форме прям хорошо получается, по длине, и как они выглядят очень симпатично, да. Да, просто если острый такой длинный делает, они, ну, смотрят, какой курица, если что-то... Ну да, какой курицы не очень хотелось бы. Она стала мне делать маникюр. Она спрашивала, что по корме. Она не слишком критиковала на прошлом маникюр, но говорила, что... Мы критиковали, а? Мы критиковали. Нет. Она говорила, что мне неудобно, потому что, типа, мне сделало его слишком толстым, и поэтому мне некомфортно, что с внутренней стороны мне ничего не спилили, и там, типа, полностью не сработана архитектура. Короче, она стала нормально объяснять, почему мне было настолько плохо с маникюром. Ребят, ну, от прошлом маникюром я буквально тошнила. Это тошнило, по-другому не сказать. Я ничего не могла делать. Я очень извиняюсь, но не могла толка смыть, потому что нереально было. Как бы ты так делаешь? Да, ногти, конечно же, желают лучшего после. Все хорошо, я, видите, не снимаю прям до самого этого часа. Я вам сейчас наношу дегидратор. Дегидратор? Удаляет лишнюю влагу, чтобы была лучше сцепка. Так, немножко поблескивай. О, как щипет там, где у меня ранка. Но это не вы поранили, это, видимо, меня вчера поранили. Так же больно. Меня, видимо, вчера поранили, и мне очень-очень-очень-очень больно. Два ногтя вот этих вот пальчика. Прям очень сильный щипет. Очень плохо пахнет дегидратор. Если я их немножко вбок положу, это нормально? Они должны все равно прямо стоять. Прямо, то есть мне вот это все, я поняла. Им там тепло, они соляри. Мы уже нарастили все ноготочки. Мой мастер, говоря про наращивание, сказала, что, ну, как бы, нарушена архитектура, это просто 100%. Я, кстати, пожалела, что я в том салоне. Ушла спокойно, не показав людям, что у меня летят все пальцы вверх. И типа, серьезно, они еще фоткали эту работу. В следующий раз я постараюсь быть жройщикой. Это максимально неловко, честно, так вести себя в салонах. Ну, короче, мой мастер сказала, что у меня гель затек под саму ноготь, чего не должно быть. Поэтому он так странно у меня кусочками отваливался. Ну, и про архитектуру она вообще молчала. Там все очевидно, что было все ужасно. Если вы не видели, то посмотрите, что нам нарастили с лисой в прошлый раз. Это, конечно, полная жесть. Про черный лак. Она мне сразу сказала, что черный лак довольно сложный. Я такая, что? Я не понимаю, почему люди говорят, что черный лак. Я тоже не понимаю. Но сейчас вы видите видео, что случилось с моими большими ногтями. А я сейчас тебе покажу. Когда мы уже закончили весь маникюр, и я такая пишу, Лисе, все, уже 5 минут. И я буквально все. Происходит вот это. Леона сказала, что сейчас она мне что-то покажет. И должна быть моя реакция. Что же ждем мою реакцию? Давай, покажи. Просто посмотри, что случилось у меня с ногтем. В салоне. Что с ним случилось? Ну, не просох гель-лак. Фу, а почему? Ну, и мне вот так вот снимали мой большой палец и заново его украсили. Я в ужасе. Да. Я в ужасе. Блин, первый раз в жизни, мне кажется, меня это мастер заметил. Потому что как-то я ушла с таким маникюром, но это не заметили. Скорее всего, рука лежала вот так. Как? Я старалась правильно. В общем, это черный цвет. Он очень сильно пигментирован. И его надо очень аккуратно, да. И следить всегда за рукой. Ну, то есть, не начали ничего? С ногтем черным лаком не знаю, сколько лет. У меня никогда не было проблем даже с самым говеным лаком в этом мире. Никогда у меня самостоятельно проблем не было. И, ну, в норм салонов, куда я ходила, когда я ходила в салоны, условно, вот, и красные ногти черным тоже никогда не было проблем. Почему сегодня они согрелись на черный? Честно, я КЗ, может быть, вы знаете, но я нет. Это сама с одной цветовой бренда, да, такая? Или это просто именно черный лак у них неудачный? Да, у них черный просто очень тяжелый цвет сам по себе. Это во всех брендах. У меня было такое, что у девочки все ногти высохли на руках, на ногах, а один большой не высыхал, но раза четыре так делали. Да ладно, серьезно, вот он вообще засранство. Я спросила, почему, мастер сказала, что, возможно, я не очень ровно держала в лампе, как всегда говорят все мастера, всегда виноваты мы, но я сказала, нет, ровно держала. Ну, главное, если что-то переделали, я надеюсь, что лак меня скочит. Да, это было супер, потому что моя мастер увидела это, спасибо. Потому что моя мастер увидела сразу, и она переделала. Вместо того, чтобы забить и отпустить меня, как в предыдущем салоне, мне сделали. У нас одна длина, наконец-то. Да, реально одна длина. Для меня суперкоротко. Расскажи вообще про свой салон, как там, амплуата, общая. Общая амплуа, нормально, то есть обычный, недорогой салон, при этом очень чистенький, очень хороший. То есть там не было волос? Нет, у тебя были волосы. Да, они везде летали, там было очень много волос. Нет, у меня было все из сухожара, все в пакетиках, все было гуд. Надеюсь, ничего не подцепило, честно. Я очень надеюсь. Очень надеюсь. Потому что после макияжа у меня ухудшилась кожа, и я такая, фак. У тебя не было никаких высыпаний? Нет. Вряд ли тебе предложили чай, кофе, воду? Ой, нет, даже если там предложили, я побоялась. Тебе предложили? Нет, мне не предложили, но я спросила, мне сказали, что есть, могут сделать чаечек, но я уже сказала, что закажу кофе, там я так слабко, потому что хотела американ. А у вас тут нет, может быть, чая или кофе? Чай, кофе. Я заказала себе кофе. Какой-то вензель с малиной. Я не очень хочу тебе это показывать, потому что ты сломаешься. Мне очень интересно, просто капец. Во-первых, начнем с того, что Лисе закончили. А, ну это мы уже сказали. Я на два часа раньше закончила. На два часа раньше закончила. Давай на, типа, кто поведит, показывает. А как мы это сделаем, не увидя ногти? Ладно, давай мы это показываем. Смотри, не тупые. Раз, два, три. Нет, ты мне. Слушай, я думала, что будет в миллиард раз хуже, конечно. Да, но это абсолютно не нет ничего, чего с дизайном. У тебя хотя бы похоже на правду, но у меня кто-то другое. У меня, типа, вообще, если мы сейчас картинку посмотрим с тобой, у меня прям то же самое. Нет, у меня просто другой маникюр, ребят. Я ездила сегодня за другим маникюром. Как вы уже слышали, мастер просто не хотел рисовать то, что было там, потому что это не православно. Как бы, да? Буквально. Так что мы сделали, как сделали. В целом, ну, у меня нет особо претензий к маникюру, кроме того, что он другой. А так все хорошо, я ставлю ему лайк. То есть тебе даже дизайн на всех ногтях нарисовали быстрее, чем мне? А зачем на всех решить? А я не знаю. Я ей сказала, давайте на двух, а она такая, да, на всех сделаем. Да? Там просто мастер просто со своим личным мнением. И не то, чтобы я против, но я не против. Это как у меня, мы сделали мне, нарисовали линии вот на этих пальчиках. И она говорит, ты слишком толстый. Говорит, ты не, нормально. Она говорит, не, слишком толстый, я новую нарисую. Я такая, ладно, хорошо, рисуйте. Ну, у тебя очень красиво маникюр, я, честно, твой, конечно, гораздо лучше. Мой неплохой, но твой лучше, это прям однозначно совершенно. Он у тебя реально как, блин, из Пинтереста. Ну, мы прям по картинке делали. На самом деле, смотри, вот твой мастер, видишь, она бы тоже могла сделать бы вот так, если бы она просто сделала вот эти вот, она отпечатком пальца делала? Нет, она делала по лайфхакам и с тиктоком губкой. О, мы губкой, да, делаем прям? Круто. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Не забывайте написать маникюр или макияж какого-блогера или знаменитись, и вы бы хотели, чтобы мы повторились в следующем выпуске. Пока. Звонятся на Элс-фудию. У нас такая проблема, как молодые девочки, и они сейчас наличие явно. Очень дико себя ведут, на самом деле, пытаются не оплатить чек. Мы не пытаемся не оплатить чек. Мы представились сотрудниками прессы и говорят, что не есть права на это.